Значит, смотрите, здесь у нас вот два килограмма, то есть мы взяли два утяжелителя, вот таких вот два утяжелителя по килограмму, смотали их эластичной лентой, с которой мы работаем. Она получается за счет того, что это резина, то есть здесь достаточно хороший хват, даже для ребят, у которых травма шейного отдела позвоночника и плохо удерживают кистью. То есть даже если они возьмут хват в лазонную поверхность, то есть он не будет как тряпочный выскальзывать. Будем использовать как набивной мяч. Что будем делать? Будем брать и максимально от груди пытаться выбросить, как если бы вы забрасывали мяч в корзину при волейболе, баскетболе. Баскетбол. Корзина, это в баскетболе. В волейболу нет корзин. Через сетку. Это пьянятбол. Детский был такой. Давай. Я должен сделать выброс тебе прямо. Да, то есть ты берешь от груди и бросаешь вперед и вверх. Максимально прорабатываем. И между меня спиной это облокачивается. Нет, тебе сейчас можно чуть-чуть облокачиваться, чтобы я тебя поймала. Я удержусь, я не под... Обратите внимание, руки уводятся назад у Димы. Почему? В момент выброса, да, то есть получается меняется баланс тела, да, и прорабатывая вестибулярный аппарат, нужно вернуть тело на место. Чем возвращается? За счет напряжения мышц спины. И чтобы помочь мышцам вернуться в тонус максимальный, руки раз и увелись назад. Если вы первый раз делаете это упражнение, делайте на кровати. Вот прям на кровати, ноги впереди, у вас большая кровать, вы никуда не денетесь. Там за спинкой кровати стоит человек, которому вы бросаете что-то тяжелое, да, ну так, чтобы вы... Вы поняли, что она вас любит больше, чем меня. Я посадила на стол. Никаких кроватей у нас не было. Держи. Сейчас, подожди. Сел, ноги стоят в опоре, помним. Руками берем, максимально выбрасываем. Это вообще очень... У меня спина от одного выброса умерла. Давай. Два. Классно. Давай. Я супермен? Да. Ты бы знала, что у меня внутри происходит? Можно материться? Нет. Не на камеру? Сейчас. Можно говорить... Я говорю матом. Это замена. Давай. Повыше, да. Повыше, побольше, подальше. Три. От груди я правильно делаю? Или надо за головы? Пока сегодня от груди работаем. Давай за голову. За голову я боюсь... Буду ловить твое лицо в районе коленок. Давай. Четыре. Хорошо. У меня в этот момент, когда я бросаю... Так включаются вот эти ступни опоры. Обязательно. И спина включается, чтобы себя удержать. И она у меня уже, если честно, наверное, натренировалась. Наверное, сегодня у нас спину уже хватит. Пять. Посмотрим. У нас сегодня были четвереньки запланированы на кушетке. Так что... Я не уверена, что мы отойдем от плана. Так, ладно. У меня просто, видишь... О, хорошо. Пять. Как кисти твои? Ну-ка, расскажи мне. Как кисти? Хочу как раньше, а получается сейчас. Утяжелитель спрятан. Что? Утяжелитель. Да, там утяжелитель спрятан. Шесть. Хочу как раньше, но они у меня... Ну вы же видите, какие у меня кисти. У меня кисти-то уже... Нет, вот момент вростка нормально. Я вот, знаешь, как хочу... Ой, я что-то упал. Я же хочу, знаешь, как раньше баскетбольный мяч. Да, да, да. Прям выброс с кистями. Да, прям с кистями, да. Но у меня не всегда получается, да. Сейчас еще раз попробую. Замедленно. Блин, ну это вообще... Сколько мне еще тысячу раз сбросать? Ну ты сделал нам еще два до десятки. Можно попробовать, кстати, эти два из-за головы выброс сделать. Только смотри, из-за головы не вниз, да, а именно вот вверх. С продлением рук. Будет перицепс достаточно сильный. Можно я облакручь на спину? Можно, можно. Я не могу поднять эти руки вверх просто. С этим утяжелитель. Значит, от лица пробуем бросать, значит. Фу! Хорошо. А дайте мне попу. Сейчас. Вот папа последний раз и... Папа умер. И дадим тебе. Так. И все. Нет, я не могу просто... Я поняла, у тебя не хватает брифика, чтобы выстрелить. Я могу в лесу отчинуть. Куда? Так, ну что, давай по одной руке. Так. Давай по три раза на каждую руку. То же самое отсюда, от плеча толкаешь? Да, то есть толкаешь от плеча. Вторая можно в опоре в ногу, либо в балансе в руку. Раз. С проворотом вообще, вот так с подкруточкой. Чтоб не поймала, видишь, а ты. А я взяла и поймала. Ты спортом, наверное, занималась. Давай, бросай плеча. Давай. Ну-ка, обрати внимание, что на спине у тебя включается. На спине у меня ужас включается. Потому что это упражнение, это вот как ядро толкают. Спина вообще, вы не представляете, что с ней происходит. Вместе с трицепсом, мне кажется, я уже могу ложиться спать. Давай. Плеча и бросаешь. Плечо. О, хорошо. Блин, вообще вот это плечо очень сильно еще раз работает. Лопатки. Спина полностью включается. Вот этот момент, еще напрягается вот эта вот опора на стоп. Вот как-то. Она напрягается, не я ее напрягаю. Она у меня сама напрягается. Я ничего не делаю, потому что я не могу это все осознавать. Да, кстати, такой вот нюанс. Обратите внимание, да, у Димы ноги достаточно плотные. И они удерживаются в одном положении. Могут чуть-чуть расходиться колени в стороны, но это незначительно. И мы их не фиксируем. Если у вас есть такая тенденция к тому, что у вас ноги прям вообще разбегаются в стороны, да, и вы не можете их контролировать, пожалуйста, свяжите. Чуть ниже коленного сустава голени каким-то, ну, хоть эластичным бинтом, хоть липкой лентой. Сделайте, чтобы нога несла достаточную опору. Когда у вас колени не разъезжаются, и вы сидите, не важно, на стуле, на кушетке, и будете фиксировать ноги, то в этом случае у вас они будут лучше включаться в момент различных наклонов вперед-назад. Офигенно это упражнение, ваши две спины. Безумие какое-то происходит, люди, на самом деле. Давай. Еще есть классное упражнение «Выброс назад». Из положения лежа, вот, начинают обычно их заниматься. Раз. Лавите. Давай. Поймаю. Сейчас. Два. Хорошо. Уже устал. Давай, третий раз и все. Три. Хорошо. Ну что? Ага. Пока. Пока. Cats. Для чего? Пока. Продолжение следует...